Новые скверы появятся во всех районах Сочи, в том числе и в самом отдаленном Лазаревском. Самые крупные на Мацесте сейчас там ведутся масштабные строительные работы. Часть парка подрядчик обещает сдать к Новому году. Ход работ лично контролирует глава города Анатолий Пахомов. Решено ко дню города облагородить 500-метровую прогулочную зону. Появится новая набережная вдоль реки. Я же поэтому и говорю, что главное нам это как раз и есть набережная, велосипедная дорожка. Теперь так и будут ходить, потому что это действительно такой подарок. Ну да, будет хорошо. Спасибо вам. Если бы вы нас не поддержали, этого бы не было. Обустраивается новый сквер и в районе Кассея. Тоже благодаря реализации проекта формирования комфортной городской среды. Раньше там отсутствовали тротуары, бордюры, ограждения. А сейчас благоустраивается зона отдыха. Для самых маленьких будет освещение, видеокамеры, безопасность и комфорт. В Адлере на улице Лесная 7 тоже готовится подарок жителям ко дню города. Это аллея, место отдыха и прогулок в микрорайоне Блинова. Глава города требует от подрядчиков более интенсивной работы. Нам надо усилиться для того, чтобы все реализовать. Но уверен только в одном – все мы сделаем. И самое главное, что у наших жителей появится 4 замечательных сквера, которых они очень хотели в городе. И у наших жителей появятся 12 хороших дворовых территорий с детскими площадками. Ко дню рождения города, напомнил глава Сочи, все дворы, улицы, парки и скверы должны выглядеть привлекательными. Сегодня на заседании оргкомитета он еще раз напомнил о необходимости ускориться подрядчикам, которые благоустраивают зеленые зоны. И ко дню рождения города сделать жителям достойные подарки. Осень – это и пора дождей, но это не будет причиной. Я понимаю, что и подрядные договора, написанные там не в дню города, а как положено в декабре, они должны заканчиваться. Но тем не менее, были человеческие обещания, их надо выполнять. Потому что подарки для наших жителей, они должны быть. Что касается непосредственно самих торжеств, то в праздничные дни их будет очень много. В храме Михаила Архангела 21 ноября в 8 часов утра пройдет праздничная литургия. 22 ноября в Зимнем театре торжественный прием главы Сочи. 23 ноября там же чествование выдающихся сочинцев, подведение итогов конкурса «Сочинские мастера» и городского смотра конкурса «Чистый дом, красивый город». 24 ноября площадь Флага станет территорией молодости, энергии, драйва, спорта и свободы. А на площади у памятника Островскому начнет свою работу программа «Душевный Сочи». Мастер-классы для молодых мам, клубы по интересам для пожилых людей, флешмоб и даже съедобный подарок для горожан «Гранд Пицца» по-сочински. Очень интересная в этом году эта новая площадка, площадь Узимнего театра, где состоится фееричное музыкальное шоу со спецэффектами, с фаер-шоу, с лазерным шоу. Здесь выступят и звезды российской эстрады, и свои произведения представят хор Краснодарского края, который победил в битве хоров, это певица Сьюз. Одним словом, праздничное настроение будет во всех точках активности, и не только в центре Сочи, но и во всех районах курорта. Программа мероприятий размечена на сайте администрации города. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.